значит начинаем обзор репортатора по многочисленным просьбам так вот у них фонарик руки потому что не все тут видно так с чего бы начать смотрим вот моторчик да тут конечно не все идеально вымытая сно в целом видно что к чему моторчик мхуз 5к turbo заспецован в мото робот 16 и колесо же стоит мишлен сити а нет 18 это у меня спереди р16 здесь три на 18 значит мото робот 18 дюймов вот соответственно моторчик 5к ну что значит 5к наверно 5 киловатт номинал ну принципе такого номинал он примерно и есть если ехать до 5 киловаттах то он перекрываться не будет вот далее тут вот у нас цепь идет и обычная система велосипедная вот система от мтб только что я пытался кстати перри нацепить цепь укоротить ее чуть-чуть нужно провисает но из этого ничего хорошего не вышло я упал всего два звена и получилось так что в общем ее было не надеть вообще никак я давил со всей дури и порвал эту цепь да еще и погнул систему но в общем в итоге пришлось вернуть эти звенья и нацепить систему тоже выправить аккуратненько не знаю как она будет крутится но так она будет под нагрузкой пока непонятно надо будет так дальше что у нас еще здесь этот узел маятника на пом подшипниках вот и полтера тут я обрезанный который по хорошему надо вот здесь вот отпилить соответственно вот здесь значит сам маятник крепится здесь к нему крепится амортизатор и вот крепление амортизатора к раме вот такое вот все это изготовлено было уже то есть вот тут само крепление я не не делал это вся рама все крепление это все делает макс вот принципе у него эти храм уже много разных видов можно купить если что спрашиваете дам контакт соответственно амортизатор не ну собрал то я все сам то есть мне это все в виде отдельных частей досталось вот это все вот это вот деталь крепления потом седло седло с рамой только по-моему было собрано а маятник все это мне пришлось самому собирать причем пришлось помучиться немножко когда подшипники запрессовывать маятник это было конечно не самое простое дело но в итоге все таки справился и амортизатор тоже какой-то по моему от квадроцикла тоже макс продал вот ну он вроде как работает в принципе амортизатор как амортизатор потом сидулька крепится к раме на по моему 6 болтах до 6 или даже больше не могу точно сказать в общем то мы хорошо он поддерживается на самом деле потом еще багажник который тоже купил и купил его где-то за пять тысяч но тоже макс его сам сварил принципе он говорил что довольно сложное трудоемкое дело сварить такой багажник было в багажник хорошие и подножки еще для пассажира вот тут вот так вот можно пить что у нас еще есть так багажник меня крепится вот такие фонарики это обычные для велика но вы где-то не прикольно когда они все мигают и все включать конечно не надо и обычно включая два вот этих вот если далеко ехать то они разряжаются постепенно и включая другие то есть никакого питания к ним основной батареи нету они чисто автономные вот и тут еще есть один под этим так это батарея одна из вот планировалось что она будет брюки то есть вот здесь но так получилось что она оказалась слишком большой и влезала есть вот сюда и и внутрь пихать только одну ее можно больше ничего уже нельзя я захотел вместе с другой батареей но не получилось поэтому я принял решение ее поставить на багажник это не идеальное решение но другого варианта нету нужно нужно сюда тоже напихать батарею и возможно потом еще одну батарею ну а пока здесь лежит вот так вот одна батарея наполовинку примерно даже меньше всего этого объема и догадочную кладу еще если далеко ехать дополнительную батарею вот потом что у нас еще есть вот эта штуковина да приколхозина обычным скотчем в режиме обметра вот собственно измеряется противление термодатчика который стоит внутри мотора вот и в целом вот когда я езжу я на нее постоянно смотрю слежу чтобы она не превышала тепленький вот 700 700 значит полностью не остыл то есть когда до комнатной температуры вот и можно соответственно следить что чтобы он не перегрелся что еще тут у нас под брюхом контроллер вот он там ребристая поверхность это от него сопли висят и здесь еще много соплей в частности это цикл аналит это показометр это ручка газа и все такое с другой стороны контроллер выходит вот силовые провода на мотор вот туда в принципе они висят никому не мешают конечно немножко колхозные должно быть как-то более аккуратно но как вот это место в принципе штатно для контроля так так и задумано а куда вы эти все провода чтобы они не вот так болтались аккуратно может быть внутри корпуса лучше сделать ну общем я пока ничего лучше не придумал просто ставить здесь так даже на цикл аналист собственно он показывает разные всякие данные понятное дело как и велоком скорость пробег там среднюю скорость максимальную и так и электрические данные электропараметры это ампер и текущий ток потом ампер часы то есть исходованная емкость ватт часы ватт часы на километр можно посмотреть это все очень полезно потом сколько на регене у то есть в обратном батарею за счет операции закачал и вот такие общем интересные вещи так что у нас здесь здесь это блок зажигания круиз-контроль и бикалка как-то едешь вот так вот прям ладонью как на авто ну можно и пальцем и пальцем и дотянуться надо ладони просто взял и нажал так дальше фары это две избушки избушки потому что они похожи на избушку на курьих ножках перевернутый правда в данном случае но по идее это вело фонарик он рассчитан на то что он так на велоголе будет стоять ну на 180 градусов повернутый вот так вот должен он стоять на обычном велосипеде но здесь он у меня вот так это очень мощный фонарей вот так спереди ну конечно да и хобби включить будет что-то типа но тут камера адаптивная конечно да она адаптируется к этому мега свету но люмен тут много так и здесь это такие типа и габаритники и они же во всяком случае ну тут настроить их конечно сложновато но в принципе я постарался настроить так чтобы не светили вдаль потому что они линзованные и одновременно они прям по краям руля то есть как габарит такой получается ну то есть вот как-то так у всех этих фонарей тоже своя автономная батарея у каждого то есть я не сторонник всего запитывать от основной батареи хотя как бы с одной стороны неудобно но мне кто-то пофигу взял зарядил и их надолго хватает вот здесь это тормоз в принципе это электро тормоз с контактом никуда не подключен потому что сзади от тормоза отказался сзади только реген и собственно вот эта ручка регена включает причем план плавного регена здесь нету здесь только два положения включить регион выключите чуть-чуть задел он уже включился отпустил он выключился введение хорошо очень мощно можно с одним регеном ездить и но и правда конечно с одним регеном уже заранее планировать торможение чтобы не влететь никуда то есть он один тормозить не так хорошо как вместе с обычным тормозом спереди соответственно стоит томас сам гайд вот он в общем не суть вот она стоит есть еще раз рс и рс цен более крутые ну в общем это четырех поршневая гидравлика для даунхилла по идее ну хотя не знаю даунхилл не даунхилл но в общем неплохой тормоз в принципе для велика но для этого байка он конечно слабоват уже нужно мототормоза но в то же время на канале у меня есть видео как я торможу с ним с 50 кмч за 10 метров как-то так до мотоцикл с abs конечно тормозят лучше так ну и в общем то все крыло тут приколхозе на очень очень колхозно я даже в цвет не под не подобрал пока я наверно это подменю чтобы цвет хотя бы был вообще жесть кого от велосипеда вот сюда надо крылья специальные по идее макс делает крылья уже сейчас под эту раму стоят они правда недешево там тысяч пять что ли зовут за два крыла но я думаю все таки куплю и поставлю потому что они реально красивые тут и здесь не будет засираться сейчас тут засирает на любой луже и спереди тоже хорошая красивая крыла будет да еще про вилку рассказал вилка морзочий монстром 2002 года выпуска вот вообще говоря я лоханулся что я купил повелся на восторженные хвалебные отзывы об этих монстров что они легко обслуживаются что очень мягкие вот ну да она в принципе мягкая но у этой вилки ход всего 170 еще корона вот такого как такого типа трапеция вот и вдобавок этой рамы стакан 160 миллиметров в высоту нулевой стакан а это под питбайк вот то есть это не вело стандарт это питбайковский стандарт поэтому фактически сразу два сантиметра хода уже украдено в этой вилке за счет того что стакан такой высокий и вдобавок что вот эту корону пришлось нацепить вот так вот по извратному сверху то есть она должна быть вот здесь вот корона а она вот здесь у меня над выносом из-за этого украдено еще четыре сантиметра мы или сколько там три с половиной наверное сантиметра хода причем я искал вынос такой вот очень низкий по вот этой высоте но ниже не бывает это по-моему как раз три с половиной что ли сантиметра ну и вот этот ход весь украден остается вот столько отхода а когда я сажусь остается вот столько отхода ну то есть это вообще ни о чем просто для этого байка это как будто без передней вилки ну она грамматизирует конечно небольшие неровности но это туфта и сейчас я думаю либо покупать нормальную вилку какой-нибудь марзо 480 за 50 тысяч рублей с ходом 200 и с нормальной прямой короной или вообще уже искать вилку от питбайка собственно для чего эта рама и предназначена для вилки питбайка соответственно это колесо тоже будет заменено на мото тормоз будет мотоциклетный ну для питка вот но где это все взять я пока не знаю то есть это это только целиком питбайк брать дербанить его и все потому что где взять вот эти все компоненты отдельно вилки в продаже я видел все ноги вилок а вот траверсы вот этот здесь то все сборе у вилок а у питбайка там все отдельно вот траверса отдельно нижняя тоже отдельно все там короче как-то непонятно где брать вы нас опять же как здесь вы нас велосипедный а там как-то все делается очень спидбайками вообще не в курсе как свет устроена надо это где-то узнать если кто знает подскажите буду очень рад ну в общем как-то так бегалка тут инспирали все рассказал а еще подножки да вот подножек тут решительно не хватает потому что когда едешь на педалях ноги держать вообще неудобно на пассажирских подножках тоже неудобно водитель соответственно вот такие штуки я приколхозил это просто тупо деревяшка она легкая но на нее вставать весом нельзя конечно только можно поставить аккуратно ноги и в принципе уже удобнее намного удобнее чем на педали ноги держать когда едешь вот так на большой скорости и плюс стабильность выше когда сидишь именно вот так с ногами на подножках нежели когда ноги на педали как-то вот он реально стабильно себя ведет вот там уже 15 минут на снимал одним кадром пока